Добрый день, уважаемые выпускники! Меня зовут Никифор Альдекия Горвна, я учитель английского языка, школа номер один города Якутска. Сегодня мы с вами рассмотрим технологии самостоятельной подготовки к экзамену. И мы начнем с грамматики. Сегодня мы поговорим о предчастии. Предчастие ПАЧСПЛ. Для подготовки к экзамену очень действенным инструментом и эффективным инструментом является сайт СДАМГЕ. Все мы уже привыкли работать. И здесь во вкладке английский язык и ГЕ у нас есть 15 вариантов. Каждый месяц обновляется содержание вариантов. Но я, как опытный учитель, могла бы вам рекомендовать, чтобы вы не начинали сразу с вариантов, а порешали внизу задания. Под вариантами дается очень много заданий по всем аспектам. И мы сегодня поговорим о заданиях с 19 по 25. Это у нас грамматика. На экзамене вам будут розданы кимы. И на кимах задания с 19 по 25 по грамматике выглядят таким образом. Здесь может быть один небольшой текст или же два коротеньких текста. И с правой стороны вы видите слова, которые вы должны поменять, форму их поменять. И вы должны здесь четко понимать, что эта речь идет пока с 19 по 25 только о грамматике. Поэтому вот части речи, здесь, например, we, местоимение личное, да, оно в другую часть речи не переходит. То есть вы здесь должны четко понимать, что часть речи не меняется. Меняется только грамматическая форма. Начнем с определения, что такое причастие. Причастие, participle в английском языке, это неличная форма глагола, которая обладает свойствами глагола, наречия и прилагательного. Вот английские причастия у нас делятся на два вида. Причастие первое, participle one, причастие настоящего времени. И причастие второе, причастие прошедшего времени. Вот на этой схеме мы видим, что вот причастие имеет два вида. И вот настоящее причастие, participle one, имеет две формы. Простая форма и перфектная, завершенная или совершенная. Вот в зависимости от залога, действительно ли это залог или страдательный залог, тоже имеется по две формы. И таким образом у нас причастие первое имеет четыре формы. Но надо тут отметить, что на экзамене в основном нам встречается простая форма в действительном залоге и прошедшего времени, participle two. Здесь в качестве примера мы видим правильный глагол ask. Мы, как мы знаем, правильный глагол образует форму третьего числа, ой, третью форму с помощью дентального суффикса идти. Дентальный суффикс мы привыкли иногда называть окончанием идти. Дальше. Причастие настоящего времени participle one обозначает действие, которое происходит одновременно с действием, выраженным, сказуемым. Например, здесь у нас предложение. There are new mountains in the north to form a barrier against the killed winds. Здесь надо использовать глагол bleu в соответствующей форме. Мы образуем форму причастия с помощью окончания ing. Это у нас причастие первое. То есть у нас все происходит одновременно. Одновременные действия или одновременно состояние, может быть. Дальше. Причастие прошедшего времени – это тоже неличная форма глагола, также имеющая свойства глагола, прилагательного и наречия. Но в отличие от причастия настоящего времени, здесь только одна форма. Вот, например, пример. This region can be called the land of frozen, frozen rivers, frozen rivers, freeze, frozen, frozen – у нас неправильный глагол. Замерзших – здесь действие или состояние предшествует. Чтобы правильно использовать формы причастия на экзамене, нам необходимо, конечно же, знать все четыре формы каждого глагола. Вот, независимо от того, глагол правильный или неправильный, каждый глагол имеет свои четыре формы. Вот это инфинитив иногда называем, да, иногда мы называем это неопределенная форма. Первая форма – past, simple, simple past – вторая форма, всегда обозначает прошедшее простое время. Past, participle – третья форма глагола. И present participle – вот четвертая форма глагола. Четвертая форма глагола, как у правильных, так и у неправильных, образуется одинаково с помощью окончания –ing. Дальше. Причастие у нас встречается в трех случаях на экзамене. Причастный оборот с причастием прошедшего времени. В данном случае у нас –bilt. Здесь мы взяли build, глагол третьей формы, то есть причастие прошедшего времени, потому что вот начало предложения, как мы видим, стоит в настоящем времени. Вот сейчас эти сувениры наблюдаются, они вот сейчас и есть памятники истории, а они были построены до этого события. Поэтому предшествующие все события у нас выражаются через причастие прошедшего времени. Дальше. Так как экзамен у нас письменный, очень важно правильное оформление. И если с причастием прошедшего времени у нас все ясно, да, с причастием настоящего времени несколько сложно, потому что у нас есть некоторые изменения. Для того, чтобы правильно использовать причастие настоящего времени, вспомним несколько правил. Вот мы знаем, что некоторые глаголы имеют немую букву i в конце. Rule не произносится. И при вот таких немой буквах, в таких случаях, она выпадает, не используется. Ruling сразу инговое окончание прибавляется. Дальше. И если слово, глагол оканчивается на и, но этой буквой предшествует другая гласная, тогда они сохраняются. Freeing. Дальше. Try. Вот тут в этом случае у нас есть согласная буква предшествующая гласная, поэтому trying сохраняется, ничего не меняется. И наоборот, здесь у нас буква сочетание, если есть у нас i и i, то переходит у нас на y. И в односложных словах, и в словах, где у нас ударение падает на последний слог, у нас наблюдается удвоение. Удвоение согласная. Rubbing. Traveling. Traveling. Будьте внимательны. Дальше. Вот кроме причастных оборотов с причастием настоящего и прошедшего времени, у нас есть также случай. Сложные дополнения есть причастия. Очень редко, но иногда встречается. Вот здесь. Fish can hear other fish. И дальше мы должны вставить глагол move. И мы в данном случае употребляем форму moving при части первой. Moving through the water. Потому что вот рыба у нас одновременно, они находятся в одно и то же время, и поэтому здесь будет настоящее время. И здесь у нас вот это явление называется сложное дополнение. Here. Вот это глагол физического восприятия. И после него у нас обычно используется инфинитив или причастие. В данном случае у нас причастие первое. Иногда бывает так, что вы задаете вопросы. Причастие ли это или герунтий? Вот, например, возьмем такой пример. We spent about ten minutes on. И дальше здесь в пояснении мы видим глагол с инговым окончанием. Вот как причастие, так и герундия, они являются не личной формой глагола. Но в данном случае здесь у нас не причастие, а герундией. Герундией – это такая часть речи, которая не имеет аналога в русском языке, но похожее явление есть, которое называется от глагольное имя существительное. Чтение, слушание, пение. Примерно так. И здесь у нас подсказкой того, что это не причастие, а именно герундией, является предлог on. Мы проводим около десяти минут на чтение. Здесь у нас скорее функция существительная, поэтому герундией будет. И здесь у нас слово, глагол form. Давайте-ка посмотрим. Мы здесь должны взять третью форму глагола, то есть причастие прошедшего времени, потому что вот это слово, оно сейчас существует, но оно уже произошло, и предшествующее действие здесь. Поэтому берем прошедшего времени. Таким образом, вы дома можете сами самостоятельно готовиться на платформе с Дамгия. И в конце каждого задания, после 19, после 20, после 22, как в данном случае, есть вот такие формы для самостоятельной работы, для самопроверки. И для вас мы подготовили презентацию. Вот эта презентация у нас размещена на сайте нашей школы. Вкладка «Дистанционное обучение». Здесь у нас размещены методические рекомендации, и среди них вы найдете презентацию. В презентации у нас 26 примеров из Дамгия, то есть вам уже мы подготовили готовую тренировочную платформу. Удачи на экзаменах. Всего хорошего.